друзья всем привет меня зовут евген сердюк вы на моем канале сегодня у нас очередной обзор долгожданная новиночка от flat blood irons вот такая вот малю . сегодня я расскажу про нее что за машинка я проработал ей пару месяцев уже имею представление сегодня поделюсь вообще как она зашла не зашла что это за малявочка такая на самом деле . очень интересно вот поэтому сегодня все расскажу смотрите а прямо сейчас напиши в комментариях каким оборудованием работаешь ты очень интересно так друзья по поводу комплектации в комплект ходит машинка сама непосредственно два вот таких магнитных толкателя бара и силиконовое масло для чего нужно я попозже расскажу так все идет в стандартной коробке в отблата ранс никаких тубусов как в случае с альтрон пеном здесь все более более традиционно так сейчас расскажу что это за бары наверно самая интересная часть этой машинке это вот магнитный толкатель магнитный толкатель крепится непосредственно подшипнику который находится здесь на эксцентрике как я понимаю ход этой машинке три с половиной миллиметра но даже на трех с половиной миллиметра с таким строком она очень хорошо контурит делать полоски вот здесь такое вот углубление и отверстие прям под толкателя что создает вообще ну как бы эффект слайдера люфт минимально никаких биений в держателе и биение картриджа по сторонам вы не заметите я туда не замечал я знаю что некоторые из вас работают до сих пор прямые даме здесь только картриджи тут просто некуда крепить бар стандартный который идет с ушком да здесь вот такая система классная кстати вот за счет вот этого магнитного толкателя создается такой небольшой момент залипания как на индукционных машинах она более мягкая мне кажется вот я не работал скорпионом но мне кажется там вот с магнитными картриджами на что-то похожее и все ребята которые работали скорпионом говорят что очень классно мне кажется что здесь что-то вот магнитное есть так вес этой машинки 56 грамм это очень круто это очень радует что наконец-то начали делать машиночки маленькие и я помню еще харьковскую машинку индукционную там была рама как от велосипеда украина и сейчас берешь в руку 56 грамм очень маленький аппарат ну круто же так строк этой машинке три с половиной миллиметра но зависимость от комплектации зависимости от варианта этой машинки как я понимаю у лакблотайронс большой против и есть про модели татуировщиков которые состоят в противе и там может строк меняться вот можете посмотреть на сайте там также можно выбрать кучу вариантов цветовых какой вам какой вашей душе угодно черный белый все что хотите я в данном случае выбрал такой красненький с котами японскими черепами ну прикольно так сейчас расскажу про про то если тоже не сразу задали вопрос ребята короче что делать с толкателем как его стерилизовать что-то не часто видел ребята чтобы вы на своих шайенах стерилизовали толкатели да не видел даже чтобы их разбирали протер тряпочкой и все справился здесь же надо нельзя стерилизовать нельзя сухожарить тогда она мне не нужна на нее ребят сами себя не обмануете просто хорошо забарьерил работаешь хорошими картриджами с мембраной нихрена и мусор не попадает туда никакой достал протер каким-нибудь раствором дезинфицирующим все положил этот толкатель взял другой вот так что вот я думаю с этим моментом разобрались что за двигатель здесь стоит я не могу сказать я не знаю какую-то двигатель стоит какой сколько ватт какие сколько оборотов он делает за этими моментами техническими к санычу на канал он все это знает обо всем это рассказывать я расскажу непосредственно как потребитель как татуировщик понравилось не понравилось вот что делать если сломался толкатель тоже не спросили потому что но он отстегивается да и возможно вы можете потерять тут производители советуют обратиться к нему непосредственно и мне кажется с этим моментом он наверно как-то поможет и вышлет новый толкатель скорее всего потому что я знаю что на индукционные машины пожизненная гарантия я думаю с этими мелочами и потолкателей проблем тоже не должно быть и это кстати один из плюсов отечественных производителей что ремонт и всякое техническое обслуживание происходит очень быстро не нужно никуда далеко отправлять как вот у меня была история с квадронами уже рассказывал что нужно было поменять всего-навсего пружинку а мне сказали что минимум полгода так как сначала будет экспертиза что за поломка и потом порядке очереди и будут ремонтировать но это маразм реально полгода менять пружинку совместимость держателями сразу скажу я взял вот такой вот бладовский держатель он офигительный по форме и эргономичный и по весу классно но скажу его минус в том что он не разбирается то есть он регулируемый держатель но он не разбирается полностью до какого-то момента откручивается и все а так как я пользуюсь стерилизационным этим бианолом мне нужно постоянно достать поставить его и ждать пока он будет стекать и опять же бианолом когда высыхает он такой немного липки и поэтому я так понимаю что в держателе что-то остается там засыхает и остается я не знаю может производитель услышит это замечание и в дальнейшем держатели сделать разборные я не знаю ну возможно так сейчас покажу как это все делать собирается вот ставили толкатель сажали все за барьер или машинка готовых работать развесовка вообще суперовая то есть 56 грамм если взять держатель примерно такого же размера то есть весь вес у вас будет в руке в пальцах не будет ничего тянуть ничего перевешивать так что касаемо рца вот я не знаю почему до сих пор еще все не перешли сердца на какие-то более маленькие кабели да ну то есть вот эти джеки потому что ну посмотрите такая маленькая машинка да кстати кабель влад блатовский взял но я взял армированы но это что-то затупил там есть кабель потоньше я видел в анонсе вроде было у влада на странице что там еще меньше кабель будет тоньше но хотелось бы чтобы не только кабель был меньше но и вот эта часть потому что она размером ну как машинка по длине то есть какая машинка и вот такая ялда еще цепляется вот сбоку ну даже с таким здоровым кабелем она конечно кабель чувствуется но не так сильно я думаю вы там уже сами выберите кабель по душе какой вам нужно я видел некоторые любители используют кабели ну вот такую вот я не знаю палец какой-нибудь кислотного цвета я не знаю что в этом прикольного мне кажется все должно быть легенькая аккуратненькая и удобная работе эта машинка совместима с обычными держателями стальными которые многие работали на dragonfly такими держателями она совместима здесь цанговый зажим то есть вы чуть при открутили если вам нужно подвинули этот держатель от регулирую отрегулировали я знаю прям фанатов таких держаков потому что он стальной его можно сухо жарить стерилизовать в котлах в аду я не знаю там что с ними ну что хотите с ним делайте ему ничего не будет он сделан из чуть ли не рельсы да вот так же совместима с одноразовыми держателями тоже вот я работал такими держаками покажу как это делается тут уже сразу стоит гайка затягиваем за счет легкого веса машинки ну как бы не чувствуешь сильного веса никакого и очень удобно работать с одноразовыми держателями это тоже огромный плюс все-таки самый важный плюс машинки это ее вес всем здорова недавно брал уже не на пробу альтрон c и это вот мои впечатления от одного сеанса работы сразу пройдусь по минусам для меня это шумность тачки по сравнению с другими роторами я имею ввиду я последнее время работал бурлаковским пеном шайеном и ксионом вот относительно них она шумная причем это шумная без картриджа если еще вставляешь туда такой себе какой-нибудь картридж собранный хреново все это вместе довольно шутимо шелестит но минут через 10-15 привыкаешь это далеко не как индукция гремит так что это такое относительный минус и второй также минус скорее для меня я просто привык работать пенами и здесь минус это регулировка вылета иглы вот с помощью этих обычных держаков если у вас на таком держаке есть регулировка то блин отлично еще более-менее похоже на пен в пару движений ты чё-то меняешь если держак обычный то это откручиваешь цангу тачки все это вместе двигаешь это как-то вот не прикольно для меня по крайней мере но я был приятно удивлен эргономики тачки и вообще удобства в работе в общем в движении руки ничего не сковывает центр тяжести отличный я был довольно предубежден к этой теме потому что недавно колол спектр и эш и вот это вообще было ужасно после пена все тебе упирается в руку кабель рца бьется об запястье ты теряешь маневренность это пипец вообще через 20 минут я просто зарядил обратно бурлаковский пен и колол уже им здесь же такого нет ты через 5-10 минут вообще быстренько привыкаешь уже просто думаешь что работаешь пеном то потому что тачка легкая центр тяжести отличный рца выкинули наверх то есть супер удобно ничего тебе не сковывает никак не сковывает твои движения особенно это удобно и когда ты випишь что-то вот такими быстрыми движениями шикарно короче вот в плане удобности оказалось все отлично по сравнению с пеном толком никакой разницы нету в манипуляциях именно так давайте теперь о самой работе по контуру шикарно просто то есть я в этой работе в которой тестил использовал 11 rl и 14 раз все за раз все в один проход то есть я не знаю типа взял закон турилил все чуть-чуть поиграешься с вольтажом быстренько привыкаешь к тачке это все что нужно вот весь ее главный плюс это интуитивная понятность ты взял и работаешь ей красит отлично красит быстро плотно и мягко мягко настолько что черным можно просто наслаивать тень особо без пикселизации это конечно еще от иголок зависит но вот видимо ход и так далее все это вместе создает вот идеальный вообще баланс получается офигительное наслоение черными тенями если делать цвет также кладет отлично и быстро то есть на такую малюсенькую тачку у нее при достаточно мощности контурить и красить большими пучками все это быстро и в лед в этой же работе я использовал вип поэтому там тоже никаких проблем совершенно не оказалось просто благодаря вот этой манипуляции маневренности ты с легкостью повторяешь движение карандаша вообще то есть посидишь штрихуешь себе в кайф легкий вип нужно сделать или чтобы вообще как пыль была отлично на здоровье нужно сделать жесткий текстурный чтобы прям каждую точку было видно также отлично все идеально сочетается то есть для меня это оказалось удобная маневренная тачка на каждый день то есть если вот я убрал она подойдет просто для всего одной машинкой вы делаете все контур закрас вип что угодно то есть это вот хорошая лошадочка так что берите если вот вам нужна на тачка на повседнев это вот альтрон c как раз в основном спектра речь от и в каэром по сравнению короче ты работаешь спектра и привыкать ни к чему не пришлось как бы зарядил поехал машинка как бы универсальная и контуре ты красит вот мы здесь можем тоже вот отличие какие отличия шум вот есть определенный шум который я так думаю исходит от этого бара который внутри там болтается суши но мне кажется не сильно изменить ситуации ну короче если сравнить со спектрой она шумнее и если сравнить пеном как он он правильно вот она как бы пошумнее и вибрации у нее есть определенные не сильно не такая как у пану пен выиграть если бы ставил ситуации купить пен или вот это я бы купил п наверное вот все зависел бы тоже совместима с оборазовыми держать да кстати вот удобно что можно закрутить его на гайке все это прикольно держится да мне не нравится потому что то гайка которая есть на спектре тоже такая система крепления гаечка сидела и и потом приходится все равно либо ее обматывать неудобно вот этот вот комок у тебя действительно отвертеться либо короче она пачкается ее надо будет потом протирать как дыра мне надоело протирать на самом деле потому что ее замачивать либо надо будет ее натирать а это решает проблему замотал полностью все ты прикасаешься только вот к этой части все удобно в целом впечатление как у тебя машинка суши но мне нравится хороший контурит хорошо красть тоже плотненькая ну так для чебешных работ вполне себе для графики какой нибудь самый важный плюс машинки это ее без ну и естественно как она показывает себя в работе тоже понравилось так сейчас расскажу как я и работал значит начал я работать ей с грейвоши потому что грейвош делать проще там не нужно сильно в колачивать цвет и на грейвоши она показала себя очень круто мне прям ну серьезно зашло потом делал какие-то мелкие полосочки тоже процессе где-то подрисовывал что-то проводил тоже очень понравилось коллегам давал на тест им тоже . зашла есть какие-то нюансы по поводу шума вот прошу сейчас тоже скажу . немножко громче чем все остальные даром например altron pen она громче но когда его включил сначала вообще звук был сумасшедшая думаю что за монстр такой вроде такая маленькая машиночка а звук у неё будь здоров так вот силиконовое масло которым я говорил ранее она предназначена для того чтобы вы смазывали иногда вот эту часть то есть смазали эту часть засунули туда все там смазалась она действительно стала работать тише ну как-то вот в этот момент решается но я так понимаю что тоже разработалась когда новая наработала прям громче потом вот я смазал и она разработалась стала работать тише это радует так ну что еще как она показала себя в цвете с цветом была небольшая проблема пришлось чуть-чуть привыкнуть но потому что я работаю машинкой которая 4 миллиметра строк здесь три с половиной естественно нужно вкрашивать чуть чуть сильнее но это тоже такой момент уже сами чувствуете анга ну и начали привыкайте к аппарату да привык делал пару цветных работ тоже прикреплю в этом видео будут работы которые я делал этой машинкой вот что еще совместимость с картриджами тоже я слышал такой ребят совмещается она со всеми картриджами работал дешевыми типа magic moon пробовал тут есть такая фирма я слышал вроде она немецкая ну очень похоже на китай также работал шайеновскими картриджами квадроном никаких проблем но с квадроном иногда бывает картридж плохо вставляется в этот держак непосредственно с другими держаками проблем не было так работал вид же x кадриджами тоже зашло что еще рассказать также здесь на корпусе имеется вот такой логотип который при работе немного подсвечивается я кстати это заметил не сразу тоже заметил это не сразу ну и хорошо вообще не очень люблю подобного рода цыганщину да ну тут она как-то вроде гармонично смотрится и не мешает как на квадроне знаете вот эти лампочки которые на пене это вообще просто трешак так здесь все очень аккуратненько ну прикольная такая штучка вроде светит вроде бы она есть но она не мешает ее незаметно это ну вот вы слышите как она работает а сейчас я покажу как ее забарьерить и покажу как она шумит с картриджем шумит или не шумит погнали так барьерю машинку таким образом отдельно барьерю саму машинку куском барьерки и отдельно рца кабель подключаем таким образом все забарьерено у нас все аккуратненько и включаем рабочий вольтаж этой машинки от 6 до 11 вольт я работал на гайвоши на 7 вольтах этого вполне достаточно какие-то контурные мелочи делал на 8 по моему но и на 9 окрасил этого вполне до 11 не повышал это просто незачем красил на сложных местах справляется отлично контура тоже делал какие-то мелкие на сложных местах тоже на ура что касаемо цены цена такой машинку 23 тысяч до 28 тысяч рублей зависимости от комплектации и зависимости там от дизайна какие-то про модели подходим к итогу я могу рекомендовать эту машинку и рекомендовал бы ее я не она понравилась зашла немножко под привыкнул но вполне очень классная дачка но скажу сразу ребят я не настаиваю на том что вы пользовались и юзали машинки из моих обзоров которые я рекомендую это мое мнение и у вас всегда есть выбор купить что-то другое да там посоветоваться с кем-то вот поэтому мне эта тачка зашла моим коллегам зашла эта тачка сложилось какое-то впечатление большей части впечатления положительно минус это шум и незначительный минус сердца если бы переделали на более мелкие какой-то джек было бы круто ну либо же мелкие штекеры рца но это уже как бы такое то мои заморочки да вот тачка классная тачка зашла производитель уверяет что машинка безотказная и надежно как автомат калашникова вообще я так понял это слоган ко всей линейки альтрона к пенам альтроном альтрон c и там еще по моему будет скоро какая-то новиночка у лада поэтому выбор за вами мне . зашла коллегам зашла советую рекомендую ну что друзья вот такая вот машиночка не она по кайфу она маленькая красненькая еще и светится на этом все уважать татуировку пока ну блять кэш ну пожалуйста за 1 кэш ват бра ват бра ват бра ват бра ват бра эта тачка ват блат альтрон c ват бра что а ва 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 Продолжение следует...